добрый вечер дорогие мои попробуем посадочку снимать голубей и и и и еще кое-что про отопление расскажу там наверху тоже есть потихоньку начнет спускаться уже вечер на что наверно с отопление очень часто особенно зимой особенно когда люди видят что у меня в голубят не есть радиаторы секции отопительные все задают вопрос какое отопление многие задают этот вопрос какое отопление должно быть какая температура должна быть в голубят не эту сторону сбоку наверно получше будет хотя тут проводов будет много да так вот значит дорогие мои какое отопление должно быть голубят не никакого отопления не должно быть голубят не не должно быть отопление в голубят не для этого что надо делать в некоторых которых там зимой птенцы замерзают дохнуть это не зависит от отопления даже и в сибири и везде не имеет значения когда очень холодно у пескнову зимних замечательный пух конкретный пух на них и вот этот пух их и гореть когда родители с них соскакивает потому что он ну организм должен быть первоначально крепким если организм будет слабым дорогие мои никакой отопление вам не поможет наоборот когда у вас голубят не отопление это очень плохо очень плохо объясню почему ну мне там то помещение где мне голубят не находится это своем роде как мастерская для меня она естественно мне конечно отопление нужно внешне эту пуха на меня естественно я туда проводил отопление для того чтобы было тепло что можно было что-то там делать но есть и обратили внимание там у меня и статуи стоять и одно время этим занимался и там разные станки стоят там пила рама то другое ну как бы любил своими руками что-то делать то есть скажем так у меня там она большая мастерская наверное мечта любого мужчины у которого руки не задницы растут да так значит первый год когда я там включил отопление в голубятни птенцы вышли хорошие бодренькие здоровенькие ну вот тепло и вот потом когда начал что-то резко начали падать и вот потом когда начал их уже выпускать этих пескунов на улицу хорошо потянул до выпускает на улицу мороз допустим но в голубятни было там плюс 15 18 скажем так тепла на улице было минус 20 25 но расхождение 35-40 градусов это бешеное расхождение буквально через день через два эти бодренькие здоровенькие пескуны все засопливились все засопливились у всех начался чих-чух насморк орнитоз конечно в итоге ничего хорошего я не получил от этого отопления но я понял практике что этого делать не надо этого делать не надо должно быть естественно естественно но но теплый голубок построить никто не запрещает никто не запрещает сейчас дайду во двор там и кормы киноголубям и расскажу что-то резко пошли на посадку даже ничего не показали обычно как на посадку идут начинает тянуть бить показывать показывать да вот она вот отопление моего голубятни тут стоять короны видите вертикально то есть закрыто туда радиатор не попадает здесь точно так же вот этот маленький раньше стоял у меня в голубятни потому что мне голубятни раньше было наполовину меньше вот этот речка который идет мне голубятни как бы было до этой речки оттуда до этой речки но потом я два раза сделал больше ну и получилось что и 2 с того помещения попала сюда но они обе выключены и не нужны единственное бывает такое когда зимой очень холодно я вот сажу сюда ну так ключу спину подкладываю на разве тогда вот даже если обратили внимание вот место моей спины вот она обычная сажда вот тут белее везде грязные вот там грязные вот это место как убили то есть для себя как бы бывать я грязь лучше потом когда выхожу я выключаю и выхожу да то есть сама голубят не не надо ставить не отопительной системы не там всякие вот эти обогреватели то есть внутри голубят не не надо гореть внутри вы можете его защитить утеплить он есть там пенопластирол там всякие разные стекла вата то другое то есть утепитель и туда материалы для утепления домов полно сейчас вы можете просто снаружи внутри у кого как получится взять утеплить голубят не утеплить но не включать отопление это разные вещи когда от голубят не вы утеплили то практически но разница не очень большая но скажем так на улице будет минус 15 голубят не будет там 0 на улице вы там ну или будет 5 там на улице будет там минус 20 голубят не будет 0 и можно еще поставить поилку с обогревом то есть продаются такие поилки с обогревом вы сами можете делать в интернете найдете когда люди показывают какие-то ведь ведут или да там строительные ведра из них делает такую ерунду элементарный там лампочки ставить это для чего делается для того чтобы вода была постоянно в голубят не потому что для того чтобы зимние птенцы выжили хорошо росли нужно что нужно что их родители почаще покормили а для того чтобы родители покормили что они делают они поели корм потом пошли попили вон эта водичку идут кормить своих птенцов если не будет водички в голубят не то они хуже будут кормить будут но хуже будут к этот кормить поэтому только вода должна быть можно еще такой на худой конец такой она будет и легкие легкие это да как бы подогрев голубятник легкий подогрев и одновременно будет этот греть водичка то есть то место ну скажем скажем так вот здесь у меня стоит поилка вот на этом месте полу под плитку можете там сейчас есть вот эти теплые полы электрические ну такая сеточка можете маленький кусочек купить там 30 на 30 50 в общем но такой маленький кусочек они идут с терморегулятора терморегулятора и вот с этим терморегулятора вы будете подрегулировать так что зимой у вас вода не замерзла вот единственное вот этого надо будет делать ну либо поставить с подогревом либо ни то ни другое не надо просто зимой надо почаще буду менять то есть там ну налили вода замерзла выделить новое малили там на течение дня но несколько раз внутри 4 5 раз поменять воду этого достаточно пока вода успеть голубят не замерзнуть голуби успеет и покушать и покормить даже если два раза будете вот утром покормили воду обязательно вместе эти дата не вечером покормили опять даже и этого достаточно так что дорогие мои голубят не снутри топить не надо абсолютно не надо голубят не можно быть просто теплый вы можете просто построить теплые голубят не но есть люди которых заходишь там из досок собрана голубят не там щели такие что палец проскакивает ну во первых туда и мыши залезут и все что угодно залезет такие голубят не ну и сквозной ветер будет там ну вот этого нежелательно нужно делать такой нормальной человеческой голубят не то есть она может быть теплым не из-за того что там есть отопление а просто само по себе теплое помещение то есть вот там из керамзитовых блоков можете собирать вот у меня из керамзитовых блоков собрано потолок тоже утепленную у меня там стекловато стоит лежит на потолке стекловато пароизоляция все вот это и да то есть тупо можно делать и будет все замечательно вот как бы вот так ну а если вы будете снутри греть ничего хорошего это не приводит я еще раз расскажу когда впервые я тут поставил обогрета да там к выключил отопление было все замечательно все было замечательно но до поры до времени пока я этих пескунов не выпустил из голубят недавно и взрослая птица тоже будет болеть при таких этих перепадов то есть когда в голубят не будет тепло то есть искусственно тепло понимаете с природы они когда атаптируется голубь природу чувствует а искусственной то что вот искусственно мы делаем голуби этого не чувствует то есть там ничего хорошего нету в этом сколько раз будешь пить ну вот видите снял ролик посадку ни один из них толком не сыграла вот сейчас будет барабанить это генераленыш генераленыш это твой пытается спускаться тоже сейчас забой этот голубь но когда хороший результат показывал после этого я уже начал не гонять дал чтобы он сел на птенцов на яйцах но решил как бы зимой прожил решил от него потомство взять чтобы он детей еще дал ну пескунов его гоняю сейчас постоянно а его буду зимой гонять то есть и даже я не захочу зимой гонять копчик их собой сап цель будет гонять потому что лучшего тренера чем яшка чем хищник не существует как только приходит как только приходит они туда начинают нет обратите внимание с крестовина когда ну с места голубь когда соскакивает он должен себя тянуть вверх и бить они падать вниз вот то который падает не даже с боем он там голубь рыгать 2 посередине это коров это корм дорогие мои ну а вы чё кучки хотите давайте вниз давайте поставлю на паузу пуст начнут спускаться с ними что-то щелчки слышу не вижу не вижу так это свечили все поехал и это челясы это желтый чин от этого голубя вы представляете птенцов не бежу нету по моему нету по моему нету линда засранка ну хорош кушать детский корм пытается спускаться не может пытается спускаться на давай дурень а то сейчас все сажу то тебя ничего не достанется будешь голодным сидеть вот эти приподнять сюда не может себя выровнять подождем сейчас начнем спускаться покажу может еще кто-то появится не знаю поздно включил уже сел всего один там сидит один там второй тут хочется скачать ну давай 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 молодец может же когда конечно как бы вот так дорогие мои мир голубям небо гоняйте занимайтесь и будет все замечательно самое главное что правильно занимаетесь всем спокойно ночью так дорогие мои я думал все мои голуби силе они хренову еще кто-то садится попробуем найти его оказывается так дальше из будет садится здесь среди белого дня сели ни разу не сбили даже пошел куда-то упал ой засранец соседская корыша вам вот видите как так тоже бывает посмотрим кто это такой дверь закроем чтобы узнать кто это именно был вроде летал долго с боем сил но до дома не долетел сосрались это тоже брак уже это тоже плохо вот это было туда пошел и наверно чужие кошки туда прошли до вот и гоняешь кошек молодец вот так дорогие мои но недолго вот там сидел молодец хоть это серый чилл оказывается умничка только жалко что-то туда пошел дурачок удачи всем